обожаю свою посудомоечную машину обожаю я не представляю почему я жила без нее раньше самом деле я мечтала о посудомойке давно предыдущие наши квартиры которую мы продали мы позволить ее себе не могли туда ее было просто некуда вставить здесь мне аж на нее поставил и я и целый месяц что мы жили в этой квартире вот в новой наши когда мы переехали целый месяц и ее не пользовалась я всегда мечтала и я всегда боялась когда мы снимали какую-то квартиру когда путешествовали у нас везде всегда были посудомойки но я вот так вот открывала и видела вот это внутри я понимала что блин я лучше это не буду трогать я даже не знаю как я что им точно сломаю у меня всегда были такие мысли поэтому когда я обзавелась своей собственной посудомойкой я тоже боялась что я ее сломаю и я говорила всегда что когда он говорю ну что ты не пользуешься ей давай научимся вместе я могу да да мы научимся вместе потом мы долго сидели дома в сентябре и я что-то решила запустить ее посмотрела в интернете как правильно чего там куда нажимать и не так понравилось я первые наверное неделю у меня было очень странное чувство потому что я понимал что я не мою посуду все что я мыла вне посудомойки руками и мою до сих пор это ножи и дощечки деревянные на самом деле посуда вся очень чистая в общем я довольна ей моя помощница таким сладким пупсом вообще так давай придумаем как у нас было видно кто там такой хороший умывается такой папу проводили сейчас папа у нас приехал стрелять вид еще свои волосики молодец молодец еще еще привет привет всем атлетки и он уже совсем большой малыш такой красивый смотрите какое новшество мне тут ашер поставил я посмотрела кстати эту идею во влогах много деточки кто-нибудь смотрит много деточку я вот смотрю ее влоге мне очень нравится она как хозяйка хозяйка она просто шикарная так вот да вы не можете так ничего увидеть потому что надо включить вот увидела что у много деточки она заказывала ей кстати советовали в комментариях подписчики заказать вот такую вот ленту разные опыт сделать побольше света поменьше света вот ашер называет этот шкаф меза в очень удобная вещь но минус в том что здесь очень быстро кавардак наводится нужно постоянно это все сейчас я показываю же тут все видите перебито пересбито все перегрутилась перевертелось и если порядок вовремя не навести потом невозможно ничего найти но удобно что это скрыто вот так вот от посторонних глаз шкафу как я сюда вообще-то по их полезла такой вкус я полезла сюда за сухарями чтобы сделать шницель мне нужны сухари здесь у меня их вот много я возьму сразу две пачки потому что обычно обычно мне не хватит одной дальше мне нужно масло масло у меня здесь но опять же его может не хватить потому что это шницели и они жарятся в огромном количестве масла так что возьмем еще вторую помимо этого мне понадобятся яйца я даже не могу сказать сколько на глаз все в общем яйца взяли еще мне понадобится мука на самом деле не хочется переваливать ее вот в какую-то такую стеклянную баночку у меня достаточно много есть их но я боюсь что мне будет неудобно доставать как я буду муку доставать отсюда я просто и насыпаю надо что-то придумать потому что ну реально не красиво смотрится не симпатично так еще мне понадобится рулон эта бумага будет впитывать все масло лишнее во вторых это просто очень удобная вещь поделитесь как вы храните муку 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok